Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Я Бахтина Елена, моя специальность врач-акушер-гинеколог, и я очень хочу быть полезна вам по поводу вашего здоровья. Сегодняшняя моя тема – это женские продукты, которые вы можете использовать для коррекции своего женского гормонального фона, так как я сотрудничаю с большой серьезной компанией NSP, то женские продукты, которые предлагает NSP. Моя аудитория в основном женщины, поэтому это, конечно, очень важная тема. Подпишитесь, активируйте колокольчик, чтобы не пропускать такие маленькие видео. Ставьте лайки, чтобы эти видео могли увидеть другие люди. Пишите комментарии, особенно если вы пользовались какими-нибудь из продуктов, о которых я сейчас расскажу, какими-нибудь травами, то какие у вас результаты. И давайте начнем. Ну, во-первых, нужно четко понимать, что такое женские травы и как они работают. На самом деле классификация их достаточно сложна. Да, видите, шесть различных видов, но мы это учить сегодня не будем. Это информация для моих нутрициологов. Для вашего понимания, эстроген взаимодействует с рецептором, который находится на клеточке. Клеточки могут быть совсем разные от костной клеточки до той клетки, которая умеет делать десну. Вообще разные. Так вот, эстроген подходит как ключик-замочку и запускает в клетки молодежные процессы. Процессы синтеза белка. Фитоэстроген – это то, что содержит лекарственные или пищевые растения. Они имеют похожую пространственную конфигурацию, схожую с рецептором, но не подходят как ключик-замочку, поэтому во много раз менее сильные. Но все равно эстрогеноподобный эффект, эффект подобный эстрогенам, все равно присутствует. Очень многие люди запутываются. Так слушай, это эстрогенный эффект или антиэстрогенный эффект, если я буду использовать женские травы? Смотрите. Есть такое понятие, как конкурентное ингибирование. То есть, когда эстроген взаимодействует с рецептором, он точно вызывает молодежный процесс в клетке, то есть образование, например, белка. А мы взяли и добавили в организм фитоэстрогенов. Эти фитоэстрогены быстренько бегут к рецептору и тоже его закрывают, а только что показывала как. Но эти фитоэстрогены нечетко соответствуют рецептору, поэтому биологическое воздействие их в разы меньше, в 400 раз меньше, например, в 1000 раз меньше. Когда нам это выгодно, когда нам это полезно? Антиэстрогенный эффект нам полезен тогда, когда собственные эстрогены сошли с ума. Когда их не то чтобы много, не бывает слишком много эстрогенов, они неправильные, это обломки эстрогенов, которые обладают большей эстрогенной активностью, чем ваши нормальные эстрогены. Так называемые патологические эстрогены. Поэтому у женщин растут миомы, мастопатия, гипроплазия, эндометрия. Это группа риска по раку женской половой системы. Поэтому вот в этих случаях антиэстрогенные действия очень полезны, в случае чего высокой эстрогенной насыщенности, то есть гиперэстрогенные состояния. А если у женщины низкое эстрогенное состояние, она ушла в климактерический период и ее яичники не делают женских половых гормонов, тогда будет эстрогенное воздействие тех же самых трав. Друзья, это нужно понимать. То есть эстрогенное или антиэстрогенное воздействие будет от тех трав, что я сейчас скажу, зависит от того, вы в каком состоянии. В гипоэстрогенном, тогда они будут работать как подобное эстрогеном. Или в гиперэстрогенном, тогда вы получите антиэстрогенный, протективный от чего? От рака эффект. Посмотрим на кумистаны. Это не надо запоминать. Это то, что содержится в пищевых продуктах, таких как соя, горох, красный клевик, элимфатик, дренаж. Девочки, что живут в Западной Европе, НСП, там почему-то не очень охотно сертифицируют женские травы. Но красным клевером вы можете пользоваться. Это категория кумистанов. По сравнению с вашим собственным эстрадиолом, в 160 раз слабее, но в 100 раз сильнее действие, например, изофлавонов, сои. Поэтому красный клевер, вот если у вас есть приливы, вы можете 3 капсулки красного клевера съесть. И посмотрите, как приливы от вас отстанут. То есть подобрать дозировку. Заодно красный клевер, это еще и лимфогонное средство. Вы будете чище на уровне межклеточного простанства, что очень здорово. Зачем я оставила этот слайд? Он такой большой. Но я хочу сказать о том, что вам нужно стремиться к уменьшению симптомов менопаузы. Приливы убрать, сухость влагалища убрать. И, соответственно, кумистаны здесь очень сильно помогают. Если захотите, оставьте, остановите эту часть и прочитайте текст. Дальше. Мы можем с вами пользоваться сапонинами. Это другие растения. Это, например, всем известная цимицифуга. Цимицифуга. Вот у меня секс в руках, который содержит цимицифугу. Снижает уровень лютенизирующего гормона. То есть, когда женщина входит в менопаузу, ЛГ подскакивает. Вот. Если дать необходимое телу, то тело начинает работать в штатном режиме. И ЛГ возвращается в норму. То есть, воздействует на гипофиз, гипоталамус. А не только на рецепторы к женским половым гормонам. Вот. Поэтому цимицифугу я люблю давать CX. Тогда, когда женщина лет 10 уже в менопаузе и больше. Для того, чтобы стереть симптомы менопаузы. Расстройство менструального цикла, если женщина еще менструирует. Или, например, те же самые приливы. Иногда достаточно двух капсул, чтобы приливов избежать. Но вот этот состав, он достаточно сложный. То есть, компания Неспи, за что я ее люблю, она делает сложные составы. Которые, ну, даже читать приятно, честно говоря. Смотрите, кроме цимицифуги, еще корень солодки. Сейчас о ней немножечко скажу. Очень женская трава. Корень элиотаракока. Это как адаптоген. Я уже о нем говорила. Сосопорили. Это афродизиак как для мужчин, так и для женщин. Митчелла. Чертополох для печеночки. И хамелириум лютеум. Это тоже женская трава. То есть, в одном комплексе несколько женских трав. В том числе адаптогены и афродизиаки. Я считаю, что это очень хорошее предложение. Стероидные сапонины бывают. К ним относятся мой любимый Эдикий Ямс. Диаскорея. Диаскорея. Это предшественник прогестерона. Содержит важнейший сапогенин. Это диасгенин. И я его использую для того, чтобы остановить приливы, сухость влагалища, чтобы глазки опять заблестели, чтобы женщина имела женское поведение и женское настроение. Я на самом деле использую как предшественник предненолона и потом прогестерона. Соответственно, наша система устроена таким образом, что когда даёшь этот предшественник, то ты даёшь предшественник всех стероидных гормонов. В том числе альдостерона. Это коррекция артериального давления. В том числе стероидных гормонов надпочечников стрессовых. А это значит кортизол. И в том числе предшественник эстрогенов прогестеронов. Шикарная штука. Я пью дикий ямс с 2008 года, потому что я девочка с низким количеством эстрогенов и чувствую себя я превосходно. Здесь я этот большой слайд вам специально оставила для того, чтобы зачитать. Большинство трав давно прославились как эстрогенные. Это я уже вам об этом говорила. Однако многие врачи-наторопаты, игнорируя традиционные показания для лечения этими растениями, но давайте не будем использовать слово лечения, коррекции состояния этими растениями, отказываются назначать их при состояниях, связанных с повышенным содержанием эстрогенов. Например, эндометриоз, миомоматки, гиперплазия эндометрия, состояние после рака. Полагаю, что указанные травы стимулируют эффект эстрогенов. Друзья, я вынуждена вам вернуть этот слайд. Вынуждена вам вернуть этот слайд. Помним конкурентное ингибирование. Почему у женщины случился гиперпластический процесс? Почему она влетела, например, в раковое состояние? Потому что у нее в организме было огромное количество патологических эстрогенов, которые стимулировали рецепторы, пока клетка сошла с ума и дала злокачественное образование. Поэтому мы можем использовать антиэстрогенный эффект фитопрогестеронов, фитоэстрогенов, чтобы конкурентно закрыть этот рецептор. Патологический эстроген приходит, а рецептор закрыт. Соответственно, что не будет вот этого дурного гиперэстрогенного влияния? Это надо понимать, потому что многие слышат, аааа, нет, женские, нет, никогда. И доктора этого не понимают, потому что докторов этому не учат. Слышат женская трава, всю, значит, эстроген. Ладно, вот мой дикий ямс, любимый диаскарея, пожалуйста, используйте. Также мы используем с вами фитостеролы. И здесь действующая, хорошая такая, популярная женская трава, донгква, донгква. И корень солодки. И донгква, и корень солодки. Фитостеролы конкурируют в кишечнике с холестерином за право и возможность всосаться. Соответственно, мы можем повлиять на уровень холестерина в крови. И профилактика развития рака ободочной кишки. Смотрим на это замечательное, опять-таки, у меня сейчас нет в руках эфсис донгква, но я вам показываю. Здесь есть и черная, и красная малина, и донгква, ну это дягель, и имбирь, и вот она солодка, корень солодки, и корень алтея, и клопогон кистевидный. Это та же самая цимицефуга, о которой я только что говорила. Вот, и пасконик. То есть это целый комплекс трав, каждая усиливает соседку. Это фитостеролы. Вот, ну вот, посмотрите на состав. Вот так выглядит продукт под названием эфсис донгква. Смотрите, дикий ямс, ксиекс и эфсис донгква находятся на территории так называемого постсоветского пространства. А в Европе другой ассортимент. В Европе вы можете пользоваться красным клевером. В Европе вы можете пользоваться буст. Посмотрите, видео я положу под это, ссылочку на видео, только по бусту. Он есть только в Европе, ну и в Соединенных Штатах Америки. Посмотрите, это просто уникальный и мужской, и женский афродизиак. Я вас очень прошу, попробуйте, друзья, кто живет в Европе, потому что, ну, в Европе есть доступ к этому замечательному продукту, а у других нет. Вот, и вы можете использовать ашваганду. Это как бы не женское в Европе, это не женское в чистом виде, не женский продукт, но это замечательный адаптоген, который тоже очень хорошо облегчает жизнь женщинам в любом возрасте. Вот. А по поводу дикого ямса и эфсис донгква хочу подсказать, как я восстанавливаю месячные. Смотрите, если месячные пропали в любом возрасте по непонятным причинам, или, допустим, ну, вы в переходном периоде, и у вас пропали месячные, вы бы хотели еще какое-то количество времени променструировать. И они пропали не более чем на год. То есть вы меня нашли с момента, когда месячные остановились, еще года не прошло, то у нас есть шанс восстановить ваш менструальный цикл. Тогда мы используем дикий ямс по 2-2 раза в постоянном режиме. Каждый день по 2-2 раза, каждый день по 2-2 раза. А эфсис донгква, вот эфсис донгква, включаем на 14 дней и на 14 дней убираем. На 14 дней включаем и на 14 дней убираем. На всякий случай, если вы хотите пользоваться моей какой-либо схемой, под этим видео есть такая штучка «Получить дисконт NSP». Вы кликаете, проходите алгоритм для своей страны и внимательно на следующий день ждете. Вам придет письмо, в котором есть ваш регистрационный номер в интернет-магазине NSP. Вы можете им пользоваться, как я им пользуюсь. Я с 2008 года пользуюсь этим интернет-магазином. Мне очень импонирует качество. Скорее всего, это самое высокое качество, до которого я могу дотянуться. И там будет ссылочка на чат NSP «Вопросы и ответы». Я понимаю, что в основании месячных это прям вы захотите какой-то поддержки, слов поддержки, какие-то вопросы захотите задать. Там можно будет задавать эти вопросы. Но самое главное, друзья, кроется вот в этой маленькой строчечке. Друзья, самое главное в коррекции женского гормонального фона не коррекция женского гормонального фона, не дикий ямс, не красный клевер, не сиекс, цимицефуга и так далее, а накорми. Не пробовала накормить? Кого нужно кормить? Мы кормим гипоталамус, гипофиз, яичники, надпочечники, щитовидную железу. Как мы это делаем? Легко. Мы даем поливитаминный комплекс. Друзья, я вас спрошу, не надо ходить в аптеку за поливитаминным комплексом, потому что получите химический продукт. Если кормить, если кормить хронически, то нужно иметь доступ к натуральным витаминам. Вот я рекомендую суперкомплекс. Вот в том магазине NSP, куда вы зарегистрируетесь, он будет. Там есть все, все необходимые витамины и все необходимые минералы для вот этих органов внутренней секреции. И я добавляю келп, это бурая водоросль всего лишь, тоже по одной-два раза, для того, чтобы и щитовидную железу докормить немножечко. Не больше нормы, не меньше нормы, а просто строго норму дать по всем минералам, по всем витаминам. Иначе использовать женские травы – это стягать рецепторы. А клетка голодная. Сначала накорми, успокой. Знаете, как бабка-яга встречает доброго молодца и что-то от него хочет. Он говорит, бабка, накорми, напои, спать положи, в баньке испарь, а потом утром и дело требуем. Да? Вот это профилактика старине. Самое настоящее. Поэтому, если я вам прямо сейчас была полезна, знаете, что делать. Нужно подписаться. Вот. И загляните под это видео, ссылка на НСП в вашей стране под этим видео. Жду вас на эфире. По средам я выхожу в эфир и отвечаю ртом на ваши вопросы. Это тоже очень важно, потому что, если вы думаете, что вы пока не соображаете в нутрициологических схемах, я могу вас научить. Я это люблю. Это моя специальность. И у меня очень хороший результат. Я хочу, чтобы у нас с вами были хорошие результаты. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok